Дело в том, что, понимаете, вообще есть ежегодное медицинское обследование, да, на котором проходят некий ряд врачей, что вы поймете все ли в порядке в организме. Если хочется все-таки добиться самоконтроля и понимания какой-то правной точки, что в вашем организме, ну и как это вообще, машина выглядит, да, изнутри у всех она настолько по-разному, что с ума зайти можно. По этому правому, контрольная полноточка в первую очередь для вас станет УЗИ брюшной полости, УЗИ щитовидной железы, УЗИ простаты, вот это для мужчин, УЗИ малого таза для женщин. И, конечно же, в первую очередь по анализам крови, это общеплинический анализ крови с лейкоцитарной формулой. Он показывает наличие тех клеток в крови, которые у вас в данный момент находятся. Если соотношения меняются, тогда дальше лезем в биохимии гормоны. У мужчин можно регулировать и, как бы, гормональный статус определяет по поводу половой активности, потому что это физиология мужчин. Если половая активность в мужчине хорошая, либидо хорошая, значит, с гормонами, скорее всего, хорошо. Существует симбиоз между половой гормонами функциями, да, как бы, либидо-функцией, это уже нейропрективы, это наш мозг, гораздо все сложнее. У женщин зеркало и гормонального статуса, это, конечно же, месячные. Вот, месячный цикл, потому что он настолько сложный, он делится аж на три фазы, в каждой фазе превалируют разные гордоны, одни нарастают, другие уходят, проходят ряд лечебных, еще у женщины теряют объем крови достаточно большой. Поэтому, возвращаясь к анализам, да, УЗИ, я бы советовал сделать это обязательно, и клинический анализ крови. Это первичный анализ. Если вы расширены, да, то понятно, что это, это у вас либидограмма, да, хорошо похоже на эстерогенности. Это, если прям мы глубоко копаем, условно, как спортсмен, это Т34, ТТГ, да, раздается. По гормонам, понятно, тесторон, продлокин, продистерон, эстероген, посмотрели, хорошо бы ГСПГ ваше тоже понимать. В принципе, тесторон может быть дохрена, он не работает. А может быть такой, в общем, даже себе, посредственный, а при этом у вас свободного и эффективного нового. Вот, но так да, клиника биохимия можно, так получается, что можно посмотреть, вот состояние. Но этот провод уже практически расширенный, тут у вас уже все, все, и программа, щитовидка, гормоны, клиника биохимия, УЗИ, да. Я, когда прихожу, я обычно себе делаю УЗИ просто, УЗИ всего. Я ложусь к знакомым клиникам, что не проверять надо, что-то покоит, ничего. Потом я говорю, все, УЗИ всего, что можно посмотреть, это очень и очень удобно, это быстро, и действительно, во многом тогда у вас все хорошо, если вы это знаете. Это такое, на уровне психосоматики очень хорошо работает и эффективно. Это очень важный момент, на самом деле, ваше настроение, ваше настроение, понимание того, что вы делаете. То есть, знаете, так, качаться же полезно и эффективно. В принципе, вам не надо, какие мышцы работают, как, зачем. Но это 100% работает. При подтягиваниях точно работает спина. Но с другой стороны, когда вы понимаете, что происходит, какие мышцы увлекаются в работу, вы пытаетесь сильнее почувствовать. Ваша ментальная связь, да, вашего тела лучше, и результат тренировок получается выше. Просто банально от того, что вы это понимаете. Хотя, на самом деле, можно просто потерять себя и не думать, но все равно будет эффект. Да, то есть, можно не знать, как работает креатив. Просто, он реально работает, никуда не деться. Выпил, стал чуть-чуть сильнее и выдался я. С другой стороны, на уровне понимания, человек как-то вот эффективно возрастает. Это, знаете, эффект плацебо, когда тебе придут пустышку, и она оказывает эффект. А есть эффект плацебо, наложенный на настоящий препарат. Да, то есть, и он работает, и твоя психосоматика включается, и получаешь удвоенную эффективность от любых своих действий. У меня рибоксин у нас на постоянке, да. Что еще? Витамины, комплевит. Вот, на постоянке. Сейчас, Руслан, мне это в бочину стоит. Да, нет, нет, мы не делаем витамины, так и в инстрации. Да, поэтому, да, аптека, как бы, так представлена. Да, по необходимости. Я на постоянке еще, либо аллахол, либо хофитол, еще употребляю, ну, все-таки, белка много, почки надо как-то, каналы там все эти прочищать, да, желчегоны. Вот, это тоже на постоянке. На аспирин кардио. Аспирин кардио, да, тоже на постоянке, ну, потому что на курсе, да. Надо смотреть по густатиковой, по анализам, да. Если действительно кематокрит высокий, то, как бы, надо либо что-то с этим делать, либо, если вы вынуждены, ну, находиться в этих условиях, то тогда уже применяем аспирин. Если вы, ну, у вас такие условия, как вам сказать, ну, неожиданно вы для себя узнали, вот, то с этим нужно что-то делать. Если у вас условия, там, допустим, вы на курсе, или что, то, что вы с этим ничего не сможете сделать, что у вас, ну, априори будет гематокрит повышаться, то здесь уже нужно, ну, регулярно применять аспирин. И это, как бы, для химиков, для натуралов надо смотреть, от чего вообще густота крови. Просто люди иногда нетренировочным процессом себе создают условия такие, что кровь начинает густеть. Кстати, вот по поводу сауны. Очень часто задают вопрос, можно ли в бане сауной. Я считаю, что тем, кто на курсе сидит жестко, это противопоказано, потому что большая потеря жидкости с потовыделением и долгие засиживания, они не очень хорошо будут сказываться, потому что кровь будет густеть. Вот, немножко забежать после погреться 5 минут после тренировки, это нормально. Если прям посещать конкретно, то на курсе, ну, мое мнение, желательно этого не делать. Вот, натуралом, конечно, может все. Вот, это человек химиком. Поэтому, это такой вот вопрос. Поэтому, тут контроль нужен. Обязательно все по анализам смотреть. И нужно ли вам на постоянке аспирин. По себе просто скажу, да, у меня стоит банка Q10, я закидываю утром. Две таблетки рибоксина, где-то штук 7 комплевита, омега-3 штучки, 3-4 я кидаю утром, хофитол, иногда еще я кидаю эту штуку, омепрозол с витаминами, такая ситуация, что я их покупаю в аптеке, обычно комплевит, не заморачиваясь с спортивными витаминами. Потому что со спортивными, скорее всего, большинство из вас, если вы возьмете что-то мощное, через одного может стрельнуться что-то, ну, какая-то реакция может произойти. Вы, наверное, все с этим сталкивались. Рано или поздно, особенно, там, девчонки-то, бывает, им нагрузят витаминчиков там, они многократно превышены, да, по дневной норме. У нас норма дневная, как бы, идет для обычных людей, нас не учитывают при расчете дозировок, да, при составлении определенных норм. Вот, поэтому нам, естественно, нужно больше, но сколько больше, это индивидуально, и многие витаминные комплексы, они очень сильные, там, там, может быть, x, там, 20, x, там, 30, а превышено. Вот так, банально, железо, может быть, очень много железа, витамин на минеральном комплексе. Еще и железо с утра, я тоже понимаю. То есть у вас вступки на табли, вопросом, нельзя железо, вы спектр, там, мясо нужно сокращать, чтобы железо было у вас меньше в рационе, да, потому что вы можете себе витаминами усугубить состояние крови. Банально, то есть мне, у меня очень, у меня демоглобин с детства в космосе, а сейчас, наверное, в космосе космоса. То есть там не меряют даже, грубо говоря. Тоже мне демотокритом. Мне просто даже витамины приходится заказывать вообще без железа. Вот, что я делаю. Субтитры сделал DimaTorzok